Какие мероприятия важны с разных точек зрения? Какие мероприятия важны с разных точек зрения? И мы с вами видим, что действительно сейчас очень много и различные аппаратуры уже создают, которые считывают полевую структуру человека. Также уже давным-давно, с начала 90-х существуют такие компьютерные программы, которые и активность чакральную в том числе считывают, выстраивают ауру, конфигурацию ауры. И поэтому тоже многие заключения можно уже делать. И естественно, что очень многие целители используют в своей практике энергетическую работу с человеком. И чем дальше будет идти время, тем в большей степени это будет распространяться. И вот задача таких конференций, на которых вы участвуете, это как раз продвижение всего этого постепенно на официальный уровень. Ведь начинается с малого. Вначале не признается, да, потом постепенно оно начинает разными путями пробивать для себя дорогу. Ну, а потом, когда уже нельзя закрывать глаза на все это, начинает уже происходить официальное признание. Все так новое пробивает себе дорогу. Можем вспомнить и как генетику линчевали вначале, правда, а сейчас это вполне нормальное явление в научном мире. Поэтому все постепенно, с трудом, но пробивает себе дорогу, пока наконец не выйдет на какой-то официальный уровень. Со временем потом будет признано и наличие эфирного тела, и наличие ментального тела, и духовных тел, то, что называется еще более высокого порядка. Но это несколько уже более отдаленная перспектива, и мы должны осознавать реалии нынешнего дня. А то, что многие вещи действительно можно делать на уровне энергетики, это постепенно тоже все в большей и большей степени познается людьми. И вот когда собирается круг специалистов, которые занимаются, казалось бы, в разных областях, у каждого есть свой опыт, и это очень важно, соединение вот этого опыта. В чем-то собравшиеся друг у друга учатся, даже, казалось бы, работая в другом направлении, но какая-то фраза из выступления тоже может заострить внимание человека, и он может что-то добавить уже в свою практику. Поэтому идет такое взаимообогащение и идет расширение этой информации в общество, что и создает новые, соответственно, условия. Поэтому большая заслуга тех, кто сам развивается, и тех, кто старается тоже делиться своим опытом, своими знаниями. Это, безусловно, приносит для всего человеческого общества хороший результат для дальнейшего продвижения. Будем и дальше проводить конференции. И очень хорошо, что постепенно круг людей, которые участвуют в разных таких конференциях, расширяется. Ну, хорошая перспектива, правда? Чем больше будут люди знать, тем лучше. Когда-то еще в начале 90-х, когда начали мы заниматься всеми этими вещами, то мне приходилось работать с огромными залами. Сразу одновременно воздействие на всех присутствующих, как такие общие оздоровительные сеансы. Но одного меня на всех не хватит, правда? С каким бы количеством людей ни работал, все равно этого мало. А вот расширять знания, это всегда полезно для того, чтобы, естественно, как можно больше людей могли и себе помочь, и могли помочь тоже другим людям. Здесь я плавненько перетекаю уже в свое выступление. То, о чем я начинал говорить, я на прошлой конференции тоже вот эту табличку давал. Это одна из основных таблиц, которые мы используем на своих занятиях. Здесь это как слои планеты, как состав самой планеты с ее планами, физический план с эфирным уровнем, астральный или эмоционально-чувственный, конкретный ментал, абстрактный ментал, бархический, атмический и хологоический планы. Те же самые структуры, они у каждого человека, и они постепенно, послойно развиваются. Каждый новый слой дает новые возможности человеку, в том числе использование более высокого типа вибраций, как нового типа энергии. В том числе в процессе развития человечества постепенно спускаются те энергии, как стимулирующие развитие, которые соответствуют тем структурам, которые уже есть или у человека только выстраиваются. Поэтому есть понятие личность, которая охватывает физический, эфирный уровень, астральный и конкретный ментал. Это то, что мы называем личность человека. И то, пока эти личности не сформированы в полной мере, они еще у людей будут очень и очень долго формироваться, и даже в этом космическом цикле они не успеют еще полностью сформироваться. Надо осознавать, что человечество движется в своем развитии, но эта эволюция быстрым темпом не идет. И вот эфирное тело, оно вот здесь находится, оно тоже еще не совсем развито у человека, потому что благодаря наличию верхнего слоя эфирного, этот слой отвечает за память человека. Возможность соединения опыта вчерашнего дня и нынешнего. И таким образом человек просыпается и помнит, что он делал вчера там или несколько лет назад. А иначе было бы как песенки, а у него склероз, а это значит каждый раз у нас как первый раз. Пока у человека не было еще вот этого слоя развитого, то развитие, естественно, шло очень медленно, потому что вот самые первобытные люди, они еще не могли использовать свой опыт. Нету слоя, нет возможностей. А вот когда уже святыми становятся, это уже осваивает духовный план, это то, что абстрактный ментал и повыше. Ну, святые разного ранга, но уже освоение абстрактного ментала дает новые возможности или сверхвозможности людям. Пока еще вот здесь конкретный ментал. Жалко, Ивана Васильевича нет. Улетел на Кассиопею вчера в конце. Ну, Ченнилинг, это дело хорошее, но в хороших руках, поэтому не каждой информации можно доверять, а ее всегда нужно перепроверять. Так, если мы посмотрим на нынешнее состояние человечества, как говорил Жванецкий, весело живем. Пока основная часть человечества фактически занималась развитием эмоционально-чувственного уровня. Так, поэтому, ну, что сделаешь? Вот этот эмоционально-чувственный уровень, это значит желания какие-то, которые именно используются для обслуживания физического тела, его потребности. Так, это уровень эгоизма. Вот так и живем, да? И вот такая обстановка международная. И вся история человечества на основе эгоизма пока была. Так, это история войны, грабежей. Правда? Ну, если говорят, что вот сейчас человечество должно перейти в Пятое измерение, что с таким уровнем сознание сразу перепрыгнет? 99% сознаний пока еще развивались на эмоционально-чувственном уровне, работая над этим. И об интеллекте особо-то и говорить не приходилось. Так? Поэтому только вот к концу 22-го года одна четвертая часть сознания переместилась вот сюда уже на конкретный ментал. на конкретный ментал переместилась, потому что отработаны вот эти две ступенечки или два слоя на конкретном ментале. Первый слой – это инстинкты человека. Полностью бессознательная инстинктивная жизнь. Вторая ступенька – это констатация фактов. То есть человек уже видит, что в мире происходит, но еще понять ничего не может. Он осознает, что в его жизни происходит, но почему он еще этого не осознает. Поэтому вот так люди и живут пока. И все человечество пока так и живет. Так? А вот следующий уровень – это способность анализировать, сопоставлять и приходить к логическим умозаключениям. Так? Вот это то, чего пока у человечества не хватает. И вот одна четвертая часть сознания к концу 22-го года уже фокус свой сознания с астрального плана, с эмоционально-чувственного развития перенесла на конкретный ментал, освоив вот эти две ступеньки. Только одна четвертая часть. Это считается достаточным минимумом, чтобы считать, что человечество справилось с этой задачей. Что человечество становится ментальным. То есть непосредственно переход к своей чисто человеческой задаче. Чисто человеческая задача – это развитие интеллекта. Так? Что и происходит на этой третьей ступеньке. То есть только одна четвертая часть сознания начала свою работу по этому уровню, чтобы освоить способность анализировать, сопоставлять и свои собственные выводы делать. Пока можно массы куда угодно повезти. Вот как на Украине. Вперед, в окопы и так дальше. Так? Задурили голову. И вперед. Поэтому только сейчас можно говорить о том, что человечество начнет делать успехи именно по тому, чтобы научиться уже нормально выстраивать отношения. Чтобы научиться анализировать, что происходит с самим собой, с окружающим миром. И делать свои выводы, когда уже просто так не навяжешь человеку какую-то идеологию. Это связано с ростом самосознания. Безусловно. Потому что самосознание именно и начинает расти вот с этого уровня. С этой ступеньки. Ну, вы скажете, а как же технологический прогресс? Один процент сознаний уже работал на этом уровне. Благодаря чему такой технологический прогресс? Благодаря чему мы в том числе имеем такой хаос в мире. Потому что на этом же уровне находится и мировая элита, которая привыкла быть главной в мире. Это как колониальная система. И они хотят тоже сохранить свое господство в мире. Это точно так же, как во внутреннем развитии человека. Человек развивается, развивается. Доходит уровень развития до горлового центра. И вот здесь уже, когда начинает осваиваться уже четвертая ступенька, завершение индивидуализации человека. Когда уже качества в сознании выявлены. И уже идет переход в то, что мы называем мир духовный. Так, на абстрактный ментал. И вот этот очень тяжелый переходный период для человека, потому что у него такой же кризис, как сейчас в человечестве. Ум привык быть главным. Ему не хочется сдавать позиции свои. А ведь он не осознает, что он-то главный. Но главный почему? Потому что высшее я, которое на абстрактном ментале, ему все время помогало. Оно вело его в развитие. И без этого водительства этих бы достижений не было. Вот когда до ума человека начинает это доходить, то как в фильме на Братенбич опять идут дожди, Кац предлагает сдаться. Кац предлагает сдаться. Вот когда ум уже сдается, он понимает, что только посредством одного из основных космических законов преемственности можно активно продвигаться дальше. Высшее я, оно намного мудрее, умнее. Оно прошло все эти этапы. Поэтому оно заинтересовано в том, чтобы идти самому вперед и тащить за собой молодое сознание. Вот благодаря этому водительству и происходит более ускоренное развитие человека. И вот когда до ума это доходит, все становится на свои места. Тогда вот это молодое сознание, которое использует личность как свой инструмент развития, накопления опыта, начинает активно воспринимать опыт и потенциал в том числе от своего высшего Я. И таким образом путь развития заметно ускоряется для человека. Ну, я сказал, что человечество будет осваивать человеческую лестницу развития, которая заканчивается вот здесь на Батхическом плане, четвертым посвящением человека. Ну, символически это распятие. Иисус на кресте получил четвертое посвящение, завершил человеческую лестницу развития. Но этого человечество не достигнет в этом космическом цикле. Настолько медленно идет развитие, потому что не хватает чего? Не хватает знаний и возможностей их использования. И только вот когда человек уже вот здесь на конкретном ментале, на этих двух верхних ступеньках, вот тогда уже он представляет особую ценность для высшего Я. До этого групповые духи работают с человеком, стимулируя его, помогая и тому подобное. А уже с этого уровня подключается высшее Я, которому уже есть с чем работать. Уже ум развит, уже что-то может до этого ума доходить. И вот здесь уже внутренний учитель начинает работать. Вот все собравшиеся, если посмотрите в свою руку, у вас буковка М на руках будет. Поэтому вы сюда и пришли. Если бы у вас этого не было, вас бы здесь не было. Буковка М на руке говорит о том, что уже есть связь со своим высшим Я. Оно уже вас ведет, хоть вы этого можете не понимать. Поэтому вот это очень важно, что когда этот человек начинает понимать и уже начинает именно идти посредством отклика на те импульсы, которые идут от этого высшего Я человека, вот тогда у него в жизни очень многое начинает меняться. Меняться к лучшему, потому что он начинает осознанную жизнь. Просто так с пути уже не собьешь. И коль уже стал человек на пути сознательного развития, он так и будет уже дальше идти по этому пути. Будет искать новые знания, новые возможности для себя, найдет какую-то группу, потому что редко одиночки достигают чего-то. Одиночка может достичь только тогда более активного развития, когда он уже имел большой опыт в прошлом, и он уже приходит в этот мир для того, чтобы помогать другим развиваться. А всем остальным нужно на определенном этапе встретить учителя, группу какую-то, в которой начинает свое развитие, и по мере развития приводит туда, куда надо. Там, где могут получить новые знания, получить импульс для дальнейшего продвижения. И таким образом идет ускорение в развитии. И чем дальше человек активно, самоосознанно развивается, тем в большей степени идет скорость развития. Ну, вернемся к тому, что самое главное для человека – это развитие его интеллекта. Вначале человеческого интеллекта, и вот здесь, как я показывал, то, что касается личности человека. Вот это личность человека. А вот дальше уже формируется уже духовный интеллект человека, который охватывает уже и абстрактный ментал. А затем уже формируется космическая личность человека. Да, все это этапы, этапы, этапы. Это еще для человека неизвестно, сколько будет продолжаться все это строительство. Потому что вот тогда, когда уже завершается вот этот уровень развития, и уже начинает осваиваться атмические планки, это уже выход на путь высшей эволюции. Это те сущности, которые мы с вами называем божественные. Так, вот они как раз и присматривают за тем, как происходит развитие человека, что нужно ввести, какие стимулы для человечества надо ввести и тому подобное. Работает планетарная иерархия, очень разветвленная система. И поэтому, соответственно, не просто так что-то происходит в жизни человечества. Многие вещи люди могут не понимать, почему они происходят. Они происходят потому, что надо. Так, ну, там в докладе много можете почерпнуть меня, но я некоторые вещи так привык не придерживаться особо. Да, я все время говорю что-то еще дополнительное. Но возьмите даже вот то, что сейчас в мире такой хаос происходит, он происходит не просто так. Можно много говорить о том, что много очень негатива сейчас происходит, но даже это работает на прогресс человечества. Потому что чем больше страданий люди проходят на данном этапе, тем быстрее самосознание растет. А не настрадается человек, он и не задумывается, что происходит. Поэтому вначале идет путь страданий, затем путь испытаний, затем идет уже непосредственно путь посвящений, то есть активного развития, когда люди, отдельные единицы, могут очень ускоренно продвигаться и даже в этом космическом цикле завершить человеческую лестницу развития. Но это для очень-очень маленького друга людей. Так, поэтому вернусь к тому, что только 1% благодаря чему такой технологический прогресс у нас в мире. Так, и пока... Верните опять. Пока только вот одна часть это, и то в этой части очень много всего. Вот те, кто уже развивался как 1% на конкретном ментале, они пока находятся тоже в неоднородном состоянии. Есть те, кто только еще недавно перекочевал туда, а есть те, которые уже приблизились к этой границе с абстрактным менталом. И уже иногда, вот как мы со многими людьми работаем, у некоторых уже проявляются особые состояния, связанные с тем, когда фокус сознания поднимается на абстрактный ментал. Это особые переживания, связанные с тем, что из личности сознание смещается в каузальное тело. То есть тело духовное уже. Здесь и много света, здесь и ощущение себя огромным уже, не такой, как в физическом теле. И вот я себя таким не осознаю. Я себя осознаю намного выше, объемнее. У меня другое мироощущение по сравнению с обычным. Вот как вот некоторые из наших групп, они вот такие переживают, периодические состояния. И вот именно речь идет о том, что одна четвертая часть, о которой я сказал, они только вот сместили свое сознание в четвертое измерение, потому что конкретный ментал – это четвертое измерение. А вот в Ченнилинге говорится, что вот человечество должно перейти, и вся экосистема перейти в пятое измерение. Фиг вам. Ченнилингом, но надо учитывать, Ченнилинг дается для отдельных групп, а не для человечества в целом, или для отдельных людей. Так, и вот исходя из вот этой информации, пятое измерение – это вот абстрактный ментал и выше уже. Датхический план, абстрактный ментал. Вот, да, 1% от 1%, да, они на грани вот этого перехода, и поэтому у них и происходят такие эпизодические переходы сознания, потом это все чаще, чаще, чаще будет происходить, и в какой-то момент полное смещение сознания уже в пятое измерение. Ну, подчеркиваю, это ограниченный круг людей, хотя по цифрам, да, по плановым цифрам планетарной иерархии всего на планете развивается у нас 60 миллиардов монад, то есть первичных сознаний, запущенных в систему в начале космического цикла. Так, если учитывать, что монада делится на близнецовые пламена, мужское и женское начало, то уже 120 миллиардов сознаний, причем все они разбросаны на разных планах в соответствии с тем, какое индивидуальное достижение у каждого такого сознания. Поэтому, если мы ведем речь о том, что к 22 году перешло уже в три волны было вознесений, перешло на конкретный ментал, то 1,4 часть от 127 миллиардов существенно. Правда? Если мы возьмем, что 1% уже здесь был на конкретном ментале и только 1% готов к переходу в 5-е измерение, то, значит, уже получается, что от 1% 1%, да, это опять-таки от 120 миллиардов, и того получается сколько? 12 миллионов, да, конкретно 12 миллионов сознаний перейдет в 5-е измерение уже, вот, еще в наше время, будем говорить, так? многие из вас еще, они застанут этот период, когда постепенно единицами, малыми группками будут переходить уже на абстрактный ментал 5-е измерение. То есть, те, которые сейчас уже эпизодически туда-сюда шастают, да, они уже окончательно в какой-то момент сместят в свое сознание каузальное или причинное тело, как иначе называется. И уже достаточно хорошо будут работать энергетические центры. Сейчас вот у вас тоже уже активность относительно неплохая энергетических центров, но она постепенно будет развиваться еще больше, поэтому некоторых из вас трясет и трясет хорошо, да, потому что активно внедряется энергия, особенно именно на тех, кто уже осознанно развивается. И это не просто так, потому что идет ускорение. Есть потребность планетарной иерархии сейчас нижние слои, нижние уровни иерархии подкрепить в связи с уходом части иерархов в другие системы. Ну, время такое. Поэтому сейчас вот идет очень активная подготовка части людей. Я еще в начале 90-х об этом говорил, что сейчас задача состоит в том, чтобы подготовить новую группу мировых служителей. Мировые служители – это те, кто будет помогать человечеству. Сейчас такая группа активно служит человечеству, но должна ротация кадров происходить, поэтому готовится новая группа. Это как раз вот из этого 1%-1%, который перекачивает на абстрактный ментал и будет работать с человечеством в разных областях. Ведь не просто так в человечестве какие-то происходят подвижки, а потому что кто-то этим занимается. Надо дать новое направление в науке, надо дать новое направление в искусствах и по всем направлениям – в философиях, в экономике. То есть везде нужно давать какие-то прорывы для дальнейшего движения человечества. И вот этим занимаются как раз представители планетарной иерархии, которые специально воплощаются в этот мир. Это вот мировые служители. И вся активная вот эта подготовка. Но вернемся к тому, что основная задача – интеллект. Вначале человеческий, подуховный и потом и космический интеллект. Это основная задача. Вообще в космосе то, что мы называем эволюцией сознания – это эволюция сознания, это развитие интеллекта. Все более и более высокого уровня. Даже если говорят «А как же эмоционально-чувственный план?» А это тоже этап развития интеллекта. Никуда не денешься. Сразу интеллект не растет. Он растет через наши реакции. Вот человек, когда научился проявлять реакции, это новый шаг в развитии интеллекта. Потому что потом это приводит к тому, что вы вот в каких-то ситуациях нанервничались, интеллектуально, эмоционально себя выразили, а потом говорите «Эй, что ж я такое наделал?» Уже выявив первоначальные реакции какие-то, и настрадавшись от этих реакций, вы начинаете уже задумываться. И вот эти эмоциональные реакции, они порождают уже развитие интеллекта у человека. То есть способность уже рассуждать и делать какие-то выводы. И даже когда мы говорим о развитии любви, качества любви у человека, связанного с сердечным центром человека, то ведь мы тоже должны понимать, что пока не будет развит интеллект у человека, то и этим состоянием сердечным ничего не сделаешь, потому что им можно развращать людей. Возьмите, вот очень доброе отношение родителей к детям. Они стараются оградить от всего, за них сделать что-то, и вырастают эгоисты, от которых и родителям плохо, и окружающим плохо, и самому человеку плохо, потому что он не вписывается в социум. Правда? И только тогда, когда уже рассудочная деятельность работает у человека, он начинает соображать, где эта доброта оправдана, а где нет. Вот поэтому даже аспект любви, это приходит в состояние интеллектуальная любовь, то есть любовь различающая. Вот тогда это дает действительно прекрасный результат. И если мы вспомним, что из себя представляет сердечный центр, он полументальный, полуэмоциональный. Он не чисто развитая любовь. Он именно в конечном итоге, когда начинает уже активничать шестой центр, и уже ботический уровень энергии вот этот начинает притекать, то тогда сердечный центр, он уже не только ментально, эмоциональный, это уже центр любви, мудрости. Вот тогда это уже служитель высшего качества для человечества, который уже проявляет свою активную интеллектуальную любовь, способствуя развитию человечества. Поэтому эволюция сознания, она связана тоже с эволюцией центров энергетических человека, как поднятие кундалини. И там мне из Дарвина дайте схемку. Все начинается с активности. Любое развитие начинается с активности. И в этом плане Дарвин был, конечно, прав. Что именно активность позволила в процессе эволюции дойти до такого уровня, что начал проявляться уже интеллект. Основная задача человека – это развитие интеллекта. И само понятие «человек», оно связано с понятием, что «чело», то есть связано с понятием «ума». И задача человечества на первых порах – это развитие третьего божественного аспекта, аспекта творческой активности, активного познания. Поэтому начальная форма любой активности приводит человека на более высокую ступень. Даже через негативную активность все равно человек выходит на более высокую ступень своего развития. Потому что у него все равно идет возрастание этого интеллекта. Постепенно это переходит уже в более позитивную фазу. Доходит эта активность до состояния высокой творческой активности. Вот тогда человек превращается уже в творца. Третий божественный аспект, который начинает проявлять. Или по-восточному – брахма. Затем формируется аспект любви, мудрости, когда уже высокий интеллект способен понимать, к чему приведет то или другое состояние. Начинает пониматься закон кармы и так далее. И тогда человек более осмысленно живет в своей жизни. Он уже предвидит последующую цепочку событий, связанную с нынешними событиями или с нынешним его действием. И он уже отдает себе отчет, как я должен сейчас поступить для того, чтобы не страдать в соответствии с выстроенной последующей цепочкой. Вот мы с кем-то построили неудачное отношение. И что мы пожнем? Цепочку негативных событий, которая будет тянуться с этим нашим неправильным действием. И мы страдаем. Правда? Если мы позитивно поступили, то дальше цепочка позитивных событий развивается. И вот когда это доходит до человека, он начинает понимать, что «Ага, нет, так мне делать нельзя, потому что будет то-то, то-то, то-то». Вот чем дальше идет развитие, тем дальше будущее уже способен проникнуть человек. Он осознает, вот сегодня, допустим, даже в мире происходит вот это, значит, это приведет к этому, к этому, к этому. То есть уже даже не надо быть большим провидцем. И так понимается происходящее, и понимается, какая цепочка последующих событий возникнет в связи с тем, что сейчас. И то, что сейчас, это следствие того, что было раньше. Все-то настолько тесно переплетено, взаимовязано, что по-другому просто не бывает. Поэтому вот когда я даю какие-то прогнозы, мне не надо очинить. Я и так знаю, что будет. Потому что то, что есть сейчас, оно видно, к чему приведет. И тоже видно, что даже вот этот хаос, да скажу, о чем прервался, даже тот хаос, который сейчас в мире, он приведет к новому состоянию человечества. Вот на занятиях я тоже иногда объяснял, что был Советский Союз, для чего это надо было? Это нужно было для того, чтобы построить новую подрасу пятой расы, шестая подраса пятой расы. Она синтезирующая, она собрала много народов за железный занавес. И что возникло? Очень ценного в Советском Союзе возникла. Новая общность. Советский народ. Уже неважно было национальная принадлежность, религиозная принадлежность и тому подобное. Был Советский народ, и до сих пор на Западе все, кто выходцы из Советского Союза, все русские. Русский мир. Независимо, там, Казах, Узбек, там, Якута или кто-то другой, для западников все русские. Они так и относятся. К тем же украинцам относятся, как к русским. Пусть русские с русскими воюют. За нас. За наше господство в мире. Поэтому можно рассматривать, вот как Моисей водил племена по маленькой пустыне, вот в изоляции, и жестко воспитывались качества. Так и задача Сталина была. Он как демиург под расы работал. Нужно было внедрить в сознание людей определенный набор качеств. И это делалось великолепно. Это дало больше результат, чем религии. Какие превосходные качества были воспитаны в Советском Союзе у людей. До сих пор это еще работает. Это не вытравившись в сознании. Поэтому опыт очень хороший, который и закладываться сейчас будет в построении социализма во всем мире. Но социализм не как опыт был в Советском Союзе, некоторый опыт. А это в глобальном масштабе новое сообщество социальной направленности. Да, еще чистолюбие будет работать. На уровне шестой расы по-другому не будет. Шестая раса начинает воплощаться в виде детей индига. Но у них тоже четыре категории детей индига. У каждого свои особенности, негативности проявлений в разных областях. И если они преодолены будут в процессе развития шестой расы, шестая раса разорвет вот эту границу между конкретным и абстрактным менталом. Человечество вот тогда, спустя 2000 лет, когда будет заканчиваться эпоха Водолея, человечество перейдет на абстрактный ментал. И седьмая раса человечества будет развиваться уже в духовном мире. Вот тогда действительно это пятое измерение, это переход на новый этап развития. И качества будут великолепные уже развиты, никого не надо будет заставлять работать, стимулировать. Вот тогда только коммунизм можно будет построить. И не ранее того. Поэтому все запланировано, просто так не происходит. А вот этот хаос, который сейчас, я еще тоже в начале 90-х, когда начинал только занятия проводить, говорил, что будет кризис, но потом будет примерно с 25-го года пойдет уже все на улучшение, начнет формироваться новая подраса человечества, уже седьмая подраса пятой расы. Условно, я ее тогда называл евразийской. И мы видим, как идет перемешивание народов. Сколько после развала Советского Союза уехало в разные страны европейские. И сейчас вот так все перемешивается в Европе, что возникнет со временем новая последняя подраса пятой расы, которая будет синтезирующей и вберет в себя весь совокупный опыт, который пятой расой был накоплен. Ну, говорю, для этого правиться мне надо быть, надо знать законы развития. Так, ну, сейчас конкретно о том, что когда уже, естественно, человек развивает свой интеллект, то даже если мы посмотрим, как работают целители, то же поэтапно, все поднимает тем же законом. Ну, допустим, начинает парализация у человека интерес к развитию, интерес к целительству, допустим, тому же, и человек начинает осваивать какую-то методику. Вот освоил, он уже себя считает профессионалом, да, и начинает это эксплуатировать. Да, что-то получается, но человек на этом этапе боится отдать кому-то, он боится занятия провести, передать кому-то знания, потому что он же конкурентов себе создаст, да, у него может клиентура уменьшиться, так, и поэтому зажимает знания и тем самым сдерживает свое развитие и застревает на этом состоянии. Когда человек продолжает активно развиваться, наращивает объем знаний постепенно, то у него же и возможности возникают уже другие, и он уже не боится что-то отдавать, потому что он сам постоянно в процессе, правда? И он и становится спецом уже гораздо более эффективным, потому что он начинает уже многие методики использовать, и поначалу он конкретно использует методики, которые он изучает. Затем, когда объем знаний еще больше наращивается, он начинает уже понимать больше, в том числе его интеллект тоже растет, и он уже начинает не чисто использовать методики, которые он изучил, он уже начинает больше рассуждать, что происходит с человеком, почему происходит это с человеком, и уже он сам начинает создавать методики, исходя из понимания происходящего. Вот такие уже они вне конкуренции. Потому что самое главное – это понять, что происходит. Вчера сказали, тут тоже выступление было, что можно там не иметь медицинского образования, и при этом достаточно эффективно работать. Да, можно. Но при этом лучше, если все-таки какой-то объем медицинских знаний будет. Хотя бы знать мышечную систему, нервную систему, кровеносную систему человека, функции разных органов, их взаимосвязи, взаимодействия. Если это будет человек знать, который занимается целительством или какими-то там практиками, то, естественно, это будет ему помогать в большей степени. И вот наслаивая одни знания на другие, то есть используя свой интеллект, человек может вполне работать уже с любой проблемой. Когда ко мне приходит, мне не имеет значения вообще, с чем ко мне пришел человек. Потому что есть конкретно человек, да, он с чем-то столкнулся. И в соответствии с тем, с чем он столкнулся, с этим и надо работать. И ты знаешь, что с ним происходит, почему происходит. И поэтому ты знаешь, как можно помочь. Ну, допустим, вот один из сложных таких случаев в этом году, в январе, из Германии попросили принять одну девочку, но они могли только на одну неделю приехать. У нее такие незаживающие язвы, увеличивающиеся по размерам на руках. Ну, на одной руке несколько язв, на другой руке, и они постепенно расширялись, расширялись. Ну, в Германии вы знаете, что считается одна из лучших медицин на Западе. Так? Ничего сделать не могли, куда только не обращались. Ну, созвонили самой, попросили приехать, чтобы я посмотрел. Я уже начал работать с ней на расстоянии, чтобы время не тратить. Уже вот пока они там документы оформили, то уже разрастание этих язв прекратилось. Работа на расстоянии – это тоже нормальное явление. Когда уже сознание там поднимается по абстрактному менталу и выше, то или хотя бы уже приближается к границе, уже работа на расстоянии идет достаточно активно. Постепенно она совершенствуется еще больше. Поэтому многие вещи можно и на расстоянии делать. Но когда они приехали, они три раза у меня были на приеме, после первого раза уже перестало мокреть, уже начала грануляция появляться. И уже к концу недели уже раны эти начали затягиваться. А здесь-то особо и методики каких-то знать не нужно. Самое главное – это порассуждать, а что и почему происходит. Ну вот в данном конкретном случае что происходило. Раз незаживающие язвы, прежде всего на что надо обратить? Психосоматика. Какие психологические состояния приводят к образованию этого напряжения в теле? А что такое вот такие вот язвы, которые растут и увеличиваются? Самоедство. Правда? Самоедство, а раз руки – это что? Действие человека. Даже здесь можно от функции тела, которые разные органы или части тела проявляют, уже от этого можно идти при нахождении психологической причины. Раз руками мы делаем, значит это связано психологически с этим. И когда уже человек занимается этим самоедством, в данном случае синдром хорошей девочки. Вот боязнь быть плохой или показаться плохой. Это вот такая суперответственность этой девочки. Вот на это пришлось тоже обратить внимание. Я всегда, если надо, не всегда, но если надо, я разговариваю с людьми и подвожу к осмыслению причины, которая привела к тому или другому. И соответственно уже когда сознание начинает перестраиваться, оно перестает нагнетать в теле эти напряжения. А дальше конкретно это что? Блокирование энергии. Потому что психика человека или его эмоционально-ментальный уровень, они блокируют движение праны. И получаются энергетические блоки. Поэтому когда мы еще снимаем энергетические блоки у человека, то соответственно тогда мы получаем лучший результат, потому что активно движется энергия, нету застоя энергетического. Нету застоя энергетического, нету этого блока, значит активно проходят импульсы нервные и хорошо протекают все жидкости. Если мы восстанавливаем протекание этих импульсов нервных и ток жидкости, значит мы позволяем организму уже включиться в нормальный режим работы. Вот в этом случае что пришлось с этой девочкой после психологической, ну одновременно разговор, одновременно так как, так или иначе, а давайте кто-нибудь сюда, чтобы я на ком-то показывал. Неважно кто. Да неважно кто, давайте. Здесь конечно и знания, и знания уже надо различные вспомнить, поэтому я говорю, что некоторые медицинские знания тоже полезно иметь. Ложите сюда. На живот. Можете ноги туда свесить. На живот повернитесь. Значит вот смотрите, и в том случае вот с девочкой, вот этот вот отсек позвоночника, он, если вспомните, вчера Инна достаточно хорошо так тоже показывала вегетативную нервную систему человека, и было тоже касание и соматической системы, то вот этот отдел позвоночника, здесь тоже вот нервные волокна отходят от этой нервной системы человека, и вот этот участок отвечает за иннервацию рук, в том числе. Здесь и ноги иннервируются, затем ноги также вот от этого отсека иннервируются, где вот нервные волокна отходят, как вот седалищные нервы проходят, поэтому вот на ноги вот эти две зоны активно работает а на руки и ноги вот этот отдел позвоночника соответственно для того чтобы улучшить протекание нервных импульсов естественно что вот даже если прощупать вот здесь вот катается вали и больно вот вот этот валик идет где и вот сюда пошел ниже вот здесь вообще как струна так дальше вот как несколько струнок вот здесь натянутых с этой стороны вот тоже самое вот катается под руками значит уже вот здесь немного ниже это естественно со временем может проблема и с ногами быть не буду пугать вот а вот это может давать нагрузку на руки это естественно вот у девочки пришлось вот проработать вот здесь вот эти напряжения для того чтобы иннервация нормально было затем естественно но первонаперво надо каналы проработать для того чтобы энергия спокойно протекала не стопорила нигде так потом на меня времени нет активно проработать так перевернись сейчас вот так нормально затем для того чтобы улучшить кровеносную работу кровеносной системы где обычно зажимы происходят вот в этом месте обычно под ребрами где основные сосуды проходят такие самые крупные сосуды вена и артерия если здесь зажима это и давление будет от человека скакать он может они же только выше или на каком-то уровне быть так и и вот здесь вот это вот зона где разветвление кровеносной системы идет в ноги поэтому естественно вот если вот сколько страхов накоплено чуть надавишь и уже сразу больно и здесь вот обычно что здесь копится обычно здесь копятся те эмоции которые человек подавляет тело тоже говорит иногда я просто на некоторых занятиях беру человека так 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 и судьбу человека рассказывает то вот здесь такие у него ситуации были такие ситуации с кем эти ситуации были это таким-то родственником или знакомым или сослуживцем то есть тело обо всем говорит ничего не скроешь потому что не просто так что-то в теле напряглось она напряглась определенной ситуации так поэтому конечно же вот эти вот зоны обязательно потом вот эти вот зоны обязательно вот здесь вот мышцы крупные через них тоже проходят ну там больше всего от страхов накоплено при этом вот как и на обращала внимание вчера это мужская сторона это левая женская сторона поэтому если мы здесь вот потыкаем по точкам мы скажем с какими мужчиной по каким поводам не получались отношения здесь какими женщинами по каким поводам не получалось так вокруг пупка это потыкаем можем конкретно сказать с каким человеком это там муж мать там отец братом или сослуживец или просто незнакомый человек то есть по всем точкам можно все это пройти и сам человек его реализация да если сахарный диабет будет и вот здесь вот зажатый и вот здесь зажатый так а вот здесь это чакра печени она отвечает за потенциал человека а если человек не реализует себя но очень хочется как говорят сладкой жизни хочется вот сахарный диабет хочется сладкой жидкости нету реализации достаточно и это напрягает да и здесь напряжение соответственно возникает она блокируется вот этот уровень где центр отвечающий за выработку инсулина и дальше пошло поехал в некоторых случаях когда вот удается все-таки психику подправить человека съезжает уровень сахара и можно регулировать питание так но это требует усилий от человека а печень это печень эмоции заметно тут в основном так хорошо но не время вот но я уже столько лет все говорю говорю и показывает можно да потому что времени дальше нет поэтому меня сложно остановить я всегда могу что-то рассказать объяснить что-то и тому подобное но просто говорю что на определенном этапе если вы активно наращиваете знания у вас какого-то момента уже начинает все складываться и вам не надо уже многие вещи использовать вы просто начинаете думать как ага вот такой случай что мне надо конкретно применять вот такой случай да что в этом случае надо естественно что мне одну пришлось с этими язвами вот здесь вот такой язвы вот здесь вот здесь вот куча прожилок в мышцах которые при сдавливает кровеносные сосуды плохое кровоснабжение но беж будет заживать правда казалось бы элементарные вещи да но медицина ничего с этим сделать ему не может потому что есть протокол дальше протокола не идут а чтобы подумать почему в теле это происходит ну пока интеллекта не хватает этого там проработал мышцы там проработал мышцы блоки энергетические убрал и все и начал тут же буквально на глазах начинает грануляция уже в теле происходить конечно энергетический потенциал играет большое значение никуда не денешься от этого но он растет вот как я показывал по таблице чем больше слоев удалось человеку в себе создать нарастить тем больший потенциал и вот поэтому и чудотворцы все святые потому что у них уже больше слоев тонких телах наработано но вам больших успехов да и конечно же нужно учиться диагностике тоже надо мы массу диагностик даем можно просто провести рукой и сказать где у человека не палатки теле благодаря развитой чувствительности для этого ручки надо прорабатывать и пользоваться этим чтобы пользуешься чувствительность возрастает это можно зрением астральным ауру считывать и нюансы в ауре это можно как в конце концов просто знать да посмотришь на человека и что тебе надо ты а не узнаешь все это все уровни именно роста интеллекта человека когда и возникают все новые невозможности и способности ну всегда жалко что мало времени а